Юля вообще сегодня сделала подвиг, потому что отвлеклась от своих дел. Она деловая женщина, работает серьезно очень в компании и вот приехала, чтобы поучаствовать в съемке. Потому что обувь для вас, Юля, что для вас обувь? Мне кажется, обувь вообще для любой женщины, для меня в частности, это главный аксессуар. Мне кажется, что и мужчины и женщины всегда обращают на обувь внимание. Платье может быть какое-то спокойное, а обувь должна быть всегда красивой. Что мы сегодня хотим посмотреть вообще, в принципе? Наверное, мне бы хотелось какую-то красивую обувь к офисному наряду, но чтобы он не был такой классический, не был такой классический. И, наверное, для выходных, так как я ношу какие-то платья в цветочек, мне бы хотелось что-то такое. Платье в цветочек, она носит. Прекрасно. У вас сегодня все так подобрано прекрасно. Посмотрите, я хочу, чтобы вы посмотрели, как здорово. К синему вишневые сапоги, сумка. И еще вот в броши, которые Юля сделала сама, тоже звучит вот этот вишневый цвет. И таким образом возникает такая перекличка очень интересная. Замечательный прием. Ну давайте посмотрим, в принципе, на коллекции. Вот здесь я хочу сказать, что в обуви, конечно, одна из важнейших тенденций – это 70-е годы. Это и такие элегантные сапоги, и много замши. Много замши и много такого стиля, который мы называем а-ля казаки. Благодаря вот этим оттенком охры. Такой осенней листвы, осеннего леса. Таким оливковым, которые замечательно сочетаются с гаммой серого. Замечательно сочетаются с гаммой каких-то сложных оттенков, вообще с серым подтоном. Так что вот тему казаков, она, конечно, очень развивается. И такую обувь можно носить и с брюками, и с укороченными брюками, и с джинсами, и даже с некоторыми юбками. Ну и тема казаков, конечно, она обширно очень представлена. И чем они хороши? Казаки, конечно, очень хороший прием анти-эйдж образа, потому что это мода молодежных музыкальных фестивалей. Есть они в самых разных вариантах. Вот более острая такая история. Конечно, хочется или брюки, или, конечно, какую-то юбку тогда в таком стиле тоже, романтик-рок так называемом. Дубленка, может быть, косуха, а может быть, кашемировая пальто. Красиво, стильно выглядят. А я вот тоже решила примерить. Смотрите, как обувь легким движением руки меняет настроение образа, да? Я очень полюбила вот эту моду. Очень красиво. Ну, это просто так круто. Мне кажется, так сексуально, так молодит. Особенно с этими брюками. Да. Именно сзади. Вот что раз, и вот как-то все так волшебно. В общем, брюки такие сделать просто. Берете, разрезаете сзади брюки. Ну, и, конечно, сапоги, и на низком ходу, и вообще очень много обуви на комфортном каблуке широком, более устойчивая она, конечно. Ну, классика. Куда мы без нее? Вот в основном-то в такой обуви мы ходим, такого рода обуви устойчивая, черного цвета. Это базовая обувь, она, конечно, должна быть. Многие спрашивают, ботфорты в моде? Если они вам идут, то, конечно, да, это удобно, это красиво, это элегантно. На низком ходу тоже в мужском стиле вот такая обувь. Как вы носите такую? Да. Да? Тоже этой брюки, это может быть юбка, это может быть платье. Чем вот такая обувь прекрасна? Надели вы кепку, поддержали вы еще сверху чем-то, каким-то шарфом таким объемным, да, и все. То есть на вас здесь или классика, или даже что-то романтик, и очень хорошо с романтиком. Вот это как раз, знаете, создается такой контраст, очень модный сегодня, между женственным образом, платьем в цветок и такие более брутальные, как мы называем, более брутальные ботильоны. Например, мы говорим о том, что обувь – это облачение женской ноги. Мы с вами действительно так ушли в низкий ход, в кроссовки и так далее, что многие вообще забыли, что есть другие виды обуви, а они есть. И вот это, как же это красиво будет, и какое-то платье очень, ну, нарядно будет выглядеть. А вот эта шнуровка, она, конечно, воспринимается и отсылает нас к корсету. Да, это корсет, такая шнуровка. Очень красивый шнурок, сам по себе. Да. Вот представляете, какой она сегодня чувствующий у меня собеседник, тонко чувствующий. Это мое везение. Мысок сегодня более вытянутый, более вытянутый мысок. Не совсем острый, но вот более вытянутый. Он и смотрится более элегантно, и, конечно, всегда он вытянет ножку и даже скорректирует форму икры, и лодыжек. Он делает лодыжку более тонкой, вот такой мысок, в отличие от круглого. Да. Если у вас, например, более широкая лодыжка, то вам важно выбирать именно вытянутый мысок, но не квадратный, не круглый, не широкий. Именно тогда корректирующий будет момент. Конечно, вот эти обращают на себя внимание, да. Вечер, вполне себе вечер, да, потому что элегантная кожа, тонкая, каблук, изящество в этом есть. Нравится вам? Да, очень. А носите узкий мысок? Да. Носите? Хотим померить? Можно, да. Можно, да? Мне нравится, да. Вот, здорово. Красиво. Вот как красиво вынуто вот эти вот сделанные в виде выреза, V-образные. Очень красиво. Очень красиво описывают. Икра там лежит симпатично, как будто действительно V-образный вырез. И давайте вот с этой сумкой красиво будет. Они, конечно, вместе очень хорошо дружат, да. Смотрите, вот сапоги. Вот то, что мы говорим, 70-е годы, это как раз вот эти сапоги. Есть, может, черные, можно, конечно, вот это, такая вишня, похожая, как у вас, да. Очень красивые оттенки, невероятные. И смотрите, что здесь очень важно. Здесь важно, чтобы все-таки вот у вас сегодня очень правильно, да. У вас сапог, полы одежды заходят на сапог. Это ключевой момент, потому что многие спрашивают, а что делать? Обувь, сапоги и юбка, платье. Все-таки старайтесь, чтобы у вас не было здесь ножки, чтобы ножка была прикрыта, да, вот этим вот, вот таким вот, вот такой границей. Потому что иначе нога будет порезана по горизонтали, и, как правило, еще вот эта часть приходится на самую широкую часть икры, и из красоты это превращается в, ну, нехорошую такую ситуацию, да. Так что очень красивый, устойчивый каблук, замечательный. Вот что мы здесь видим как раз, вот этот, вот эта ситуация, когда не заходит, когда чуть-чуть маловато, и будет ножка выглядеть некрасиво. Стоит вам сесть, и сразу же мы все увидим, ну, то, что не нужно нам видеть, да. То есть вот здесь узковато, ни в коем случае такой вариант нам покупать нельзя. Скажу вам точно, только с возрастом женщина может превратиться в настоящую красавицу. Любая женщина, каждая. Как с помощью стиля взрослеть красиво? Об этом мой мастер-класс онлайн 30 ноября в 11 часов, время московское. Мой мастер-класс это настоящий концентрат полезных приемов, работающих приемов, которые я подготовила специально в канун нового года. Мы составим с вами программу действий и изменений вашего гардероба и омоложения вашего стиля. За два часа вы узнаете четыре работающих универсальных приема антиэйдж для вашего гардероба. У вас появится список, какие вещи должны появиться в вашем гардеробе, от каких нужно срочно избавиться. Мы поговорим об оттенках, о фасонах, о приемах стиля, об аксессуарах, тканях, о том, как совместить комфорт и элегантность, как выглядеть с возрастом не менее сексапильно и привлекательно. Зачем это нужно? Нет, не для того, чтобы скрывать свой возраст, а для того, чтобы взрослеть красиво, чувствовать себя уверенно и строить грандиозные планы на будущее. Так что жду вас, регистрируйтесь и смотрите все подробности по этой ссылке, она также есть в описании к выпуску и в первом комментарии. До встречи 30 ноября в 11 часов, время московское. Ну, слушайте, ну сумка вот эта, просто сумка бомбическая, да? Вы можете с такой сумкой на работу пойти, да? Вот чем она хороша? Что эта красота на каждый день, вот все в ней хорошо, настолько универсальная. Она вместительная достаточно, да? Конечно, ноутбук сюда не войдет, но все остальные подробности нашей деловой жизни, они, конечно, войдут. И вам очень идет, вам очень идет. Смотрите, такие сумки очень хороши и они смягчают, придают женственности. Вот эта вот округлая такая немножечко форма, но без излишеств, придают женственности образу. И даже какой-то строгий образ можно смягчить с помощью сумки или подчеркнуть свою женственность в этом. Ну, смотрите, Юлечка, я не забываю про вашу вечернюю историю. Вот смотрите, вечер, вот как сегодня выглядит вечер, тоже декольте, очень красиво, изящно. Вот вечерняя история, может быть, и в пир, и в мир называется, да? Да, я вот тоже. Утром, пойдя на работу, вечером ты оказался в театре. Вот вариант прекрасный. Ну, эти, конечно, просто сумасшедшие. Если мы говорим о вечере, то здесь должны быть, конечно, прозрачные черные колготы. И брюки, и юбка, и платье, и классика, и, в общем, они достаточно универсальны по стилю. Очень удобные. Вот, я не знаю, это какой-то волшебный каблук, как будто ты борешься, а не стоишь на нее. Это вот очень важно. Очень красивая. Да. Вот, и на самом деле такая обувь, она, это классика, она не выходит из моды. И одну такую пару, и вам на 5 лет может хватить. Вот я считаю, что женщина, хотя бы дома, даже если у вас, не знаю, вы ходите 90% времени в кроссовках, в обуви на низком ходу, 10% оставьте каблуку. Это совершенно другое ощущение. Работают внутренние другие мышцы. Я имею в виду даже, ну, с одной стороны, и мышцы, ну, реальные наши, мышцы нашего тела, ноги, там, ягодиц. Но работают внутренние мышцы, восприятие себя, крылья, да, работают не только мышцы ног, работают мышцы крыльев, там, которые сзади. Вот, когда мы носим обувь на каблуке. Смотрите, что мне здесь очень нравится, конечно, тоже такой вариант. Сейчас закрытые туфли, очень классные. Устойчивый каблук, очень хорошо, тоже удлинит ножку, лодыжку, вытянет вот такой глубокий вырез. Это можно носить с брюками, с платьями, достаточно универсальная история. Очень аккуратно выглядит ножка в этой обуви, очень аккуратно. Важный такой момент, когда мы выбираем обувь, комфортную обувь, вы имейте в виду просто, что на комфорт влияет, особенно для широкой ножки, для косточки, очень влияет материал. Чем мягче кожа, тем комфортнее вам будет в этой обуви. Лаковая кожа, как правило, это кожа более жесткая. Мягкая кожа замша будет более подходящей. Вот этот цвет мне, кстати, очень нравится. Если мы говорим о цвете, то очень красивый цвет. Это не вишня, да, это такой оттенок масала, так скажем, да. И смотрите, в коллекции сделана вот здесь внутренняя часть, в которой можно подобрать аксессуары. Это, конечно, удовольствие, которое тебе только, ты можешь это только заметить, но это очень важно. И вот эта вот часть игры, в хорошем смысле игры, которую ты ведешь самой собой, она, наверное, еще более важна, чем та игра, которую ты вовне, да, вносишь. И когда человек в таких отношениях с тобой, женщина, это очень заметно внешне, можно даже сильно это не выражать, это прям чувствуется. Когда чаще общаешься с людьми разного уровня, разного пола, и это видно, что люди считывают, то есть они смотрят на тебя. Понятно, что ты, важно, что ты говоришь, как ты выглядишь, но детали очень важны. Ну, очень красиво, да. И у вас очень, мне нравится, как подобран оттенок колгот, потому что часто приходится говорить, что оттенок колгот, когда мы выбираем все-таки цвет тела, он должен совпадать с оттенком ваших рук. Многие надевают ноги такого загоревшего карамельного цвета отдельно от рук. Это неправильное решение. Очень красиво. Красиво. Надо брать даже вот так вот, если как-то так. Мне кажется, вот и красиво очень. Давайте пробуем что-то другое. Знаете, у меня есть такое правило, когда мы советуем нашим клиентам начинать собирать свой лук ежедневный именно с обуви. Когда ты понимаешь, какой у тебя в этот день график, что у тебя написано на этот день, ты можешь понять, у тебя какие будут передвижения, что у тебя за встречи, что тебе предстоит в этом дне сочетать. Ты вначале подбираешь под этот функционал обувь, а потом уже отстраиваешь вверх, но не наоборот. Ну смотрите, что у нас получается. Вам сейчас нужно принять решение. Вы хотели для себя что-то и на вечер, и, может быть, на каждый день, чего вам не хватает. Если бы я составляла такой гардероб сейчас, такой более-менее универсальный на осень, то я бы, конечно, выбрала вот эти сапоги, как базовые. Я бы, конечно, не избежала обуви вот в таком стиле, будь то кроссовки, черные или белые. Понятно, что черные бурные универсальные, практичные. Какую-то обувь вот в таком стиле. Это и работа, и парк, и шоппинг, и путешествие, и полет. Может быть, вполне много передвижений. Здесь и красиво, и сочетание фланель, и какие-то стразы, декоративные элементы. Да, это наша база, это основное время наше. И вот обувь, которая такая дополнительная, но которая тоже может стать такой модной базой, да, в которой есть модная модель, стиль, которая очень хорошо аранжирует уже имеющиеся у вас какие-то комплекты одежды, которая сыграет и в цвет, и в стиль, и которая тоже универсальна, потому что это и брюки, и юбки, и платья определенные. Да, вот это мне тоже очень нравится. То, что вы выбрали, мне кажется, вот, не знаю, как-то вы так считали все, что я люблю. То есть, я люблю классику, это должны быть красивые туфли. Я люблю кроссовки, это удобно и красиво. И это стильно сейчас в духе, да, со временем. Если мы говорим о какой-то обуви, о паре для офиса, когда можно и на выход, и в офис, тогда бы я остановилась на этом, потому что это дает цвет, хотя очень много интересной обуви было, конечно. Вот так бы сложился бы сезон. А для вечера все-таки на чем мы остановимся? У нас есть вот такой выбор. Наверное, ну, так как сейчас осень, наверное, вот это пора. Батильон. И, как я говорю, прослужат вам несколько лет, не выходят они из моды. Я часто говорю о том, что привилегии нашего времени и сегодняшней моды вот в таком широком выборе. Но именно этот самый выбор для многих является таким экзаменом. А как мы выбираем? Почему мы выбираем? Есть сложности с этим. Я очень надеюсь, что наш сегодняшний сюжет вам в этом поможет. И тема, конечно, не может быть исчерпана одной нашей такой встречи. Поэтому очень жду ваши комментарии. Оставляйте их. Что вы еще хотите услышать на тему осеннего сезона и обуви в частности? Мы будем продолжать. Подписывайтесь также на мой инстаграм. Ссылку вы увидите внизу в описании к выпуску. Там мы все темы стиля продолжаем. Юлечка, я благодарю за это время, за эту встречу. И желаю прекрасной, интересной осени и побольше выходов вдохновляющих. Спасибо большое. Чтобы было куда надеть. Спасибо большое. Хорошего дня. Всем пока. Пока.